В Венсполсе сейчас зарегистрированы 605 граждан Украины. Их число все время меняется и прогнозировать что-то очень сложно. Некоторые останавливаются в Латвии ненадолго, по пути в другие страны. Более половины венсполских беженцев поселились в снятых квартирах или у друзей-родственников. Остальным жилье обеспечивает венсполское самоуправление, размещая их в общежитии Венсполской высшей школы, где гражданам Украины приходится делить быт со студентами. Сложно было людям в первую очередь. Каждый привык в своем доме жить, а здесь в общежитии. Сложно было внедряться в систему со всеми, в один дом. Но мы преодолели. Наша цель была убежать от неспокойного неба, от непонятного будущего и уберечь своих детей. В данной ситуации это была наша главная цель, а не быт. До сих пор места в общежитии венсполской высшей школы были гарантированы. Учебный процесс из-за пандемии проходил удаленно. Нынешним студентам и будущим студентам, которые только собираются поступать к нам в высшую школу, волноваться не стоит. Мы сможем удовлетворить желание разместиться в общежитии абсолютно всем. Мы рассчитываем, что таковых будет где-то 300 человек. Но если будет и больше, то и их сможем поселить. Сейчас мы открыли доступ к проживанию и студентам венсполского техникума, выделив им один этаж. Студенты и коллеги относятся с пониманием. Нам приятно, что гражданские жители Украины здороваются с нами уже на латышском языке. Они благодарны за то, что могут здесь жить. В общежитии можно разместить 600 человек. Ректор уверяет, что мест хватит всем. Но в летний сезон для служебной гостиницы главным источником дохода являются туристы. Кроме того, общежитие используют не только студенты венсполского вуза, но и техникума. Поэтому приходится решать ряд бытовых вопросов. У нас студенты не только из Латвии, есть и зарубежные студенты. Когда слышишь разные языки, видишь разные культуры, никаких разногласий не возникает. Да и не доставляет это никаких проблем. Самые длинные очереди выстраиваются в прачечной. Записаться на стирку порой можно только после полуночи. Для семей с детьми это очень актуальный вопрос. Ходишь стирать, записан на одно время, приходишь. Еще не все успели постирать, потому что нас много, вещей тоже много. И тогда получается, что этот порядок сбивается, и не все успевают нормально постирать. Бывало еще такое, что в холодильнике у нас мало места, и просто негде хранить продукты. Такое еще было. Так больше лично у меня никаких проблем не было. По рабочим дням в коридорах общежития тихо. Большая часть приехавших нашли работу. Дарья и Арина сегодня проспали и не пошли в летний лагерь. Их мама на работе. Но за девочками присматривает бабушка. Все места хватает, но точится немножко больше. По дому скучаешь? Да, у меня просто был двухэтажный дом, и я скучаю за вторым этажом. И за игрушками. Координатор украинцев Венсполс информирует о том, что сейчас в общежитии проживают 244 украинца. У некоторых уже закончилось право получать государственное пособие, поэтому за общежитие им приходится платить самим. Питание самое малое раз в день гарантировано. К сожалению, волна с Харьковской области, Донецкой области продолжает расти. И в основном они добираются через Россию, через границу российскую. В основном это семейные пары с детьми. И либо там бабушки, дедушки. Вот даже сегодня мы приняли еще шесть человек. Ну и ожидаем еще шесть человек с маленькими детьми. С 24 мая бесплатно находиться в Латвии украинцы могут только 30 дней. Далее их доход оценивает социальная служба. Если приехавшие соответствуют одной из восьми категорий, например, пенсионеры, беременные, инвалиды или женщины в декретном отпуске, тогда разрешение на бесплатное проживание продлевается. В обратном случае надо платить за проживание и питание. Если ты работаешь и уже имеешь работу, то ты сам должен будешь платить за проживание в комнате, в гостинице. Будет одноразовое питание вечером, то есть ужин или суп, или второе блюдо. То есть теплое питание будет обеспечено хоть один раз в день. Ну, люди будут получать пособие ГАЭМИ, это, ну, ориентированный минимум, да, это 109 евро на первого человека, 7, 76 на других, из которых тоже можно будет покупать продукты и готовить там. В Венсколсе, так же, как и в Риге, все зарезервированные муниципалитетом места ночлега заняты. И места освобождаются, если только кто-то уезжает. Они приехали в марте месяц, когда, в принципе, была учеба и в высшей школе, и техникум учился, и музыкальная школа, потому что студенты и учащиеся этих школ проживают в этой гостинице. Они в 1 сентября возвращаются, поэтому больше 250 мы не можем в эти помещения поместить, поэтому, в принципе, это максимум. И на это мы пока останавливаемся, мы не можем больше, ну, кажется, брать население, если нам негде их размещать. Сейчас эксперты прогнозируют, что больше всего беженцев вернется на родину в сентябре, когда начнется новый учебный год.